Сургутский государственный университет и высшая школа экономики открыли лабораторию медицинской информатики. Такую возможность Егорский ВУЗ получил, выиграв федеральный конкурс зеркальной лаборатории. За лидерство в нем боролись 36 образовательных учреждений России. Представители Сургу презентовали жюри проект «Интеллектуальный анализ данных в медицинских информационных системах». Идею признали одной из лучших. Данил Прилуцкий расскажет о практическом применении новой лаборатории. Тщательнее собирать информацию и поменьше класть пациентов под нож. Сургутские медики запустили проект, который поможет сократить число операций для людей с заболеваниями вен. Специальный комплекс обследований поможет врачам точнее определять необходимость хирургического вмешательства. Результат нашей работы, практический результат, он должен отсеять, то есть научить нас отсеивать однозначно тех людей, которых не надо оперировать. На первом этапе важнее человека. Ну, понимаете, операция, любая операция, это всегда риск. Даже удаление зуба имеет какой-то процент летальности, там 0,00, там минимально убывающий, но он есть. Определить, действительно ли нужна операция, поможет так называемый 3D-аватар пациента. Цифровую модель организма конкретного человека врачи создают на основе результатов МРТ. В дальнейшем будут выстраивать математические модели венозной гемодинамики и разработки уже непосредственно программы, которая будет диагностировать проблемы, связанные с венозным оттоком. Для того, чтобы вести такую работу, в Сургуте объединились представители нескольких областей науки. Так, например, в лаборатории медицинской информатики работают хирурги, математики, физики и программисты из Югры и Москвы. Причем привлекать к участию в исследованиях планируют и лучших местных студентов. В этот проект я попала 4 года назад, когда начала заниматься на кафедре хирургических болезней под руководством Мадишвили Константин Витальевича. У нас был студенческий научный кружок. В данном проекте, в чем заключается моя задача, это первичная обработка данных, это работа с снимками МРТ и взаимодействие, конечно, с математиками, физиками. Лаборатория медицинской информатики открыта уже 3 августа. Правда, не совсем в привычном формате. Вместо небольшой комнаты, где стоят колбы, пробирки и компьютеры, исследователи будут работать сразу в нескольких помещениях или же вовсе в уже привычном дистанционном формате. Если говорить про лабораторию, конечно, университет выделит для этого какое-то помещение, будет создана оргструктура, но это не главное. Главное, что, во-первых, у нас сформирована сильная команда, именно межпредметная. На то, чтобы достигнуть результата, у ученых есть 3 года и почти 10 миллионов рублей. Промежуточные результаты они покажут на профильных конференциях. Этот проект авторы ведут уже несколько лет, но в федеральную повестку он попал лишь сейчас. Теперь, заручившись поддержкой московских коллег, исследователи не видят препятствий для успешного выполнения поставленной задачи. Данил Прилуцкий, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.